Хоккей! Сегодня я вас точно обыграю! Ты забыл? Ты один, а мы команда! Посмотрим! Один ноль! Привет! Привет? А что ты тут делаешь? Катя ко мне пришла за рецептом. Сейчас я закончу с уборкой и приду. Ничего, я подожду. Мы пока поиграем. Только не в хоккей. Не понимаю, что в нем мальчишки находят? Я, признаться, тоже. О, фиксики? Привет! Привет! Хоть ты в хоккее не смыслишь. Ну, извини, мы доиграем. А потом с папой пойдем на стадион. Настоящий хоккей смотреть. Сомневаюсь, что там интереснее. Да, зря. Окей, игра жутко интересная, но непростая. Спортсмену нужно столько всего уметь шустро бегать на коньках в неудобной форме, резко тормозить, уподрачиваться от противника, владеть кружкой, отбивать ворота шайбу. И без науки здесь не обойтись. Как, например, посчитать силу удара или замедлить скольжение? Все это игроки осваивают на тренировках. Надел форму с защитой и вперед. А еще хоккеист должен быть смелым и ловким. Вдруг не успеешь затормозить и врежешься в борт. Или шайба по голове попадет. Ой, но не даром говорят. Трус не играет в хоккей. Дыдыщ! Ну, давай! Катя, за тебя я промазал! Извини. Бей в борт! Ты опять? Я тебе помогаю, между прочим. Не любишь хоккей? Нечего и подсказывать. Хм, пожалуйста. Второй гол с этой точки. Случайность. Ага, как же. Этого игрока не нужно вперед уводить. Тут нужно бить от борта. Тут вот этого надо на ворота поставить. А говорила, не понимает в хоккей. Но мы играем или нет? Кому-то в кайф июльский зной, кому-то майский мёд. А нас и летом и летом и весной притягивает лёд. Когда для матча лёд залит, он лучший аргумент. Народ валит, страна бурлит, трепещет континент. Народ валит, страна бурлит, страна бурлит, страна бурлит, страна бурлит. Народ валит, страна бурлит, страна бурлит. Народ валит, страна бурлит, страна бурлит. Дим-Димы, пора на матч. Катя, пойдём. Ой, а можно мне с вами на хоккей? Оказывается, это так интересно. Знаете что, я тоже с вами пойду. Может, и мне понравится. Давно пора. Вперёд. Как мы могли проиграть? Мы же команда. У Дим-Димыча теперь тоже команда. Причём сильная. Не, просто новичкам всегда везёт. Пуговица. Как думаешь, Дим-Димыч справился с контрольной? Конечно, с ним же Катя. А при чём тут Катя? Фиксики. Привет. Как контрольная? Легкотня. Если бы я вовремя не проверила. Я бы и сам справился. Это вместо спасибо? Подумаешь, разок помогла. А вчера кто ошибку в диктанте нашёл? Я не успел проверить. А когда ты телефон на физре забыл? Кто его принёс? А кто всё время говорит, что задали? А тебя никто не просит это делать. Я сам всё могу. Ха, ты без меня даже пуговицу не пришьёшь. Напугала. Возьму и пришью. Слабо. Нет. В древние времена люди связывали куски одежды в крепкие узлы. Скрепляли палками, шипами растений. Первые пуговицы делали из камня, дерева, ракушек, золота. Всё шло в ход. Было время, когда количество пуговиц на одежде говорило о богатстве человека. А на рукава их сначала пришивали солдатам, чтобы отучить тех вытирать нос и рот после еды. Конечно, сейчас рукавом никто не вытирается. А вот пуговицы остались и служат нам до сих пор и украшением, и надёжным креплением. Да, пришивать их совсем не трудно. Только надо соблюдать осторожность при работе с иглой, чтобы не пораниться. Да что такое? Тим Димыч, может помочь? Да, Тим Димыч, может помочь? Я сам. Тыдыщ! Дело за малым. Пришить пуговицу. Ты же не умеешь. Да что там уметь-то? Стой! Может, сначала потренируешься? Аккуратней, острая. Не мешай. Ай! Ты забыл про технику безопасности. Показать? Сам справлюсь. Надо что-то делать. Ой, Катя! У тебя же пуговица оторвалась. Вот, на рюкзаке. Какой ужас! Дим Димыч, еще иголка есть? Утро в школу пора, А под мышкой у дыра. Чем над дыркой тужить, Проще взять-то и зашить. Причитание не спасут, Лишь терпение и труд. Ниточка с иголочкой оттут. Как... Куртка класс, Матный цвет, Жалко пуговицы нет. Чем над этим тужить, Проще взять-то и пришить. Причитание не спасут, Лишь терпение и труд. Ниточка с иголочкой оттут. Как... Я же говорил, ничего сложного. Что? Что вы так смотрите? А, да, Катя. Это... Как там? Спасибо. Пожалуйста. Молодец. Только завтра контрольную я проверять не буду. Но... Но я могу помочь к ней подготовиться. ПИАНИНО 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 ТЕЛЕФОН ПОЧИТЕЛИ Спасибо, ФИКСИК. А вот у меня нет ФИКСИКов. Дома пианино сломалось, А его никто не чинит. Целое пианино? Может, вы попробуете? А что? Я могу. А ты знаешь как? Ты же расскажешь? Пианино – это струнный, ударный и клавишный инструмент под одной крышкой. Там внутри целый механизм. Каждой клавишей крепится молоточек. Нажимаем на клавишу, молоточек бьет по струне, она начинает вибрировать. Так рождается звук. Чем тоньше струна, тем он выше. И наоборот. Края легко отличить. Его крышка похожа на крыло. А вместе эти инструменты называются фортепиано. Красиво! Ну, показывай пианино. Ты на нем сидишь. А, я думала, она огромная. И где тут молоточки? В электронном пианино их нет. И звука тоже. Хм, посмотрим. О, вот и поломка. Есть контакт! Тыдыщ! Ой! А, я не закрепил! Ну да. Эх, вот растяпа! Ку-ку! Ты кто? А ты кто? Я тут живу. А что ты здесь делаешь? Чинемо. Кто просил? Катя. Человеческая девочка? Не смеши. Она мой друг. А ну отдай. Я так. Эй, ты в порядке? Я сильно ударился. Да. Ты у меня в глазах двоишься. Ха-ха. Тебя как зовут? Нолик. Без палочки? Ха-ха-ха. Шутка. Я Брик. А это мой брат Гик. Мы близнецы. Ты понимаешь? Знаете, почему мы с Гиком близнецы? Одному очень упорному мастеру понадобилось сделать две одинаковые шестеренки с очень мелкими гранями. Он сидел целую неделю, выпиливал, вытачивал, шлифовал, столько души вложил и, наконец, добился-таки полного сходства. А вы же помните, где в работе есть частичка души? Там и фиксики. Тут ее хватило на двоих. Все изменилось, когда мастера не стало. Нас вместе с его вещами взяли и выкинули на свалку. Без заряда мы быстро отключились. И даже могли погибнуть, если бы не одна случайная встреча. Эй, Фрик, ну рассказывай все сразу. Еще успеем. А ты дружишь с человеком. Ага. На фиксики с людьми не общаются. А еще фиксики чинят, а не ломают. Да, да потому что это девочка. Катя. Катя. Короче, пианино не ее конек. Но, Лин. Тебя. Меня. А слабо нас познакомить. Но фиксики с людьми не общаются. Ты же дружишь с Катей. Значит, ей можно доверять. Сначала пианино. Ах, мы тебя предупреждали. Ты скоро? Все. Сейчас начнется. Они чинят изнутри. Телефоны МП-3 насрочные. Все плохо? Нет. Поешь ты хорошо. Громко. Просто ты так всех фиксиков распугаешь. Каких фиксиков? Это фрик. Это гик. Нет. Это я фрик. А я гик. А-а-а! У меня есть фиксики! 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 Спасибо. Обращайся, если что. Зачем? У меня теперь есть свои фиксики. Новенькие. Новенькие? Только тссс. Это большой секрет. Зуб. Хе-хе-хе. О, это что-то новенькое. Всем привет. Сегодня у меня непростое испытание. Я буду чистить зубы вот этим. Электрической зубной щеткой. Ой, вот это скорость. Интересно. Макочек что-то. Круто. Не так страшна щетка, как ее жужжание. Мам. О, котен, смотри, что покажу. Я первая. У меня зуб выпал. Друзья, вернусь к вам позже. Зубы блеск. Сегодня я наконец увижу зубную фею. Но она же приходит, когда все спят. Я твердо решила не спать. Хе-хе-хе. Отличный план. Что же она мне подарит? Ха, у меня есть щетка и для молочных зубов. Во рту взрослого человека 32 зуба. Но вылезают они не сразу, а по очереди. Когда дети еще не умеют ходить и говорить, вылезаются молочные зубы. Перед школой эти зубы выпадают, чтобы на их месте появились постоянные. Такие терять нельзя. Новые вместо них уже не вырастут. Но заботиться нужно и о тех, и о других. Чистить их и есть меньше сладкого. Уснула. Мама? А, хотела книжку почитать. А ты почему не спишь? Фею жду. Ах, да. Фу, чуть не попалась. Так, мы до утра прыгать будем? Надеюсь, феи шоколадки дарят. Щетку я не донесу. Мама, опять ты? Фея. Ага, зубная. Вот это да! Наконец-то! Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Давай ты мне зуб. Я тебе подарочек и полетела. Хм, у вас крылья не настоящие? Это для красоты. Я на мопеде летаю. Оп-пот. Ой, это помогатор? Что? Где? У вас помогатор. Вы фиксик. Ой, загружалась я тут. Пора. У меня еще сто зубов. Сто детей впереди. Чао. А зуб? Ах, да. Привет, Фрику и Гику. Ага, передам. Ой. Вы их бабушка? Ух ты. Ты умеешь хранить тайны. Ага. Да. Я их, Бася. Ну, я полетела. Ты-дыщ. Люди любят верить во всякие чудеса. Выпал у ребенка молочный зуб. Сразу же надо спрятать его под подушку, чтобы фея или мышка обменяли его на подарок или новый зуб. Другие маленькие мечтатели верят, что молочные зубы забирают тролли и эльфы. Некоторые подбрасывают зубы в воздух, взрывают землю или закидывают на крышу. Представляете? А кто-то верит, что выпавший зуб поможет стать кем ты хочешь. Поэтому будущие футболисты закапывают зубы на стадионе, а врачи возле больницы. Хотя по мне, настоящим профессионалом может стать только тот, кто много учится и тренируется. О как! К массажу готово. А, смотри, что мне фея подарила. А детям точно можно этим? Детям в первую очередь. Ты смотришь мои обзоры? Да, конечно. Хе-хе, смешно. У зубной феи отличный вкус. Ага, и шоколадка объедение. Какая шоколадка? Э-э, щетка просто класс. Сама очистит. Вот бы еще домашку за меня делала. При чем тут шоколадка? Файл. Файл. Продолжение следует. Файл.